Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов». С вами Диана Кавелла и мой сегодняшний герой – крутой айтишник, руководитель компании «АйТек» Александр Щербина. Саш, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что согласился на интервью. Я давно ждала эту встречу и очень рада, что к ее моменту вы вернулись из велосипедного тура по Европе. Вас было четверо – четыре предпринимателя, два айтишника, строитель и спортсмен. Кому принадлежала эта идея? Ну, вообще, это началось 7 лет назад. Мне всегда хотелось побольше активности на воду, потому что я не могу лежать. И от этого я страдаю. Поэтому я хожу из угла в угол, начинаю ходить по городу или искать билеты на самолет, на поезд, доехать до соседних регионов. И мне почему-то показалось, что велосипед – это очень хорошая идея в плане того, что ты можешь воочию видеть большое количество небольших городов, при этом ты будешь всегда физически активен, ты можешь позволить себе есть все, что хочешь, ты будешь перемещаться быстро, ты будешь ощущать себе ароматы вокруг, останавливаться в деревнях, на дороге, полях и так далее. То есть это ты растормошил своих друзей? Да, я позвонил Адамиру Абдрахманову, позвал его, он сказал, конечно, погнали. И мы с ним первый раз поехали на Сицилию. У нас был первый тур по Сицилию. А где вы берете велосипеды? Там или с собой? На самом деле у нас есть партнерская компания в Москве, VeloTravel называется. Мы выбираем место, они договариваются с местными компаниями там в регионе, и нам прям приводят велосипеды, нам помогают там, освещаем, потому что мы вещи с собой, естественно, велосипеды не берем. Мы приезжаем в первый стартовый отель, ночуем, с утра нам приводят велосипеды, ну или они уже с вечера стоят там. Вот, мы оставляем вещи на ресепшн, садимся на велосипеды и едем. У нас есть карта, куда ехать, соответственно, мы по этой карте едем, ну обычно где-то к вечеру, или пораньше, или попозже, но примерно вечером мы приезжаем в следующий город, заселяемся в отель, вечером уже на что-то стоят, соответственно, мы уже селимся по номерам, переливаемся и гуляем уже по городу. А бывает такое, что кто-то хочет уже слиться с маршрута? Ой, слушайте. Я устал, я не хочу. Это бывает с каждым в какой-то период, но в этом и сила команды, то, что все друг друга поддерживают. То есть, ну, если один из троих, из четырех, там, были у нас и пять человек, а один пару раз, вот, то все остальные, нет-нет-нет, садимся, едем. Вот, это на самом деле такой, ну, отчасти, там, вызов себе, да, потому что вроде как ты на отдыхе, и почему ты должен каждое утро вставать, там, в восемь утра, садиться на велико, ехать, ехать, ехать. Но все до одного из нашей команды, все, кто с нами ездил, говорят, что это, наверное, один из самых лучших отдыхов вообще, которые существуют, потому что ты переключаешься на другие проблемы. То есть, когда ты, ну, например, там, не знаю, лежишь на пляже или там в отеле, то все равно мысли о работе, они тебя не покидают никак. А когда ты испытываешь физические трудности, то, ну, по пирамиде маслом, ты, как бы, перемещаешься чуть ниже, и вот физические, физиологические потребности выходят на первый план. И, соответственно, все, что связано с какими-то там бытовыми или рабочими проблемами, это уходит на задний план. Однако до своей поездки с ребятами по Европе на велосипедах ты был с семьей в Америке. Это так? Да, да, да. Вот какой отдых тебе ближе? С мужиками на велосипедах или с семьей? Нет, ну, давайте так. На самом деле я, ну, без семьи я же очень редкий. У нас вот такая традиция, я на самом деле, ну, прям именно вот в путешествии езжу один раз в год только вот с друзьями. То есть у нас вот семь, это седьмой год был. То есть семь лет подряд мы ездим осенью один раз на одну неделю вот друзьями. Соответственно, ну, там, в другие периоды это либо, ну, какие-то там на день-два там по работе бывает, там, вылет, но это тоже не так часто. На самом деле мы как бы обычно все там либо с Катей вдвоем, либо с Катей с Матвеем. Матвей понравился в Америке? Матвей очень понравился в Америке, да. Кем он мечтает стать? Программистом. Серьезно? Да, да, он с детства уже и у нас в подъезде живет друг Матвея, который тоже теперь хочет быть только программистом. Максим. Да что такое вообще программист в понимании ребенка? То есть он понимает, что надо писать коды для программ, коды? Ну да, тот, кто пишет, программный код для того, чтобы управлять программой, на смысле компьютером, каким-то механизмом. Он уже попытался освоить или что-то создать? Ну, такие детские какие-то вещи он делает периодически. Вот мы тут в самолете летели, писали одну программку, не дописали его, приземлились. Нет, на самом деле Матвей ходит, ну, я считаю, что это немало. То есть он три раза в неделю ходит на математику и программирование. Там лет с шести он занимается, то есть помимо того, что он в школе. Саша, а кем мечтал стать в детстве ты? А у меня вот честно, если вот меня часто спрашивают, да, там, или там, о чем я сейчас мечтаю, наверняка вы меня спросите. Теперь уж нет. Или о чем я в детстве мечтал. У меня вот прям какой-то, знаете, у меня как-то было, что вот в голове какой-то такой, знаете, облако тегов, да, вот таких вот. И у меня вот примерно так же было. Примерно так же. Я, наверное, представлял свои ощущения, а не конкретную позицию. То есть мне всегда хотелось путешествовать, мне всегда хотелось быть начальником, мне всегда хотелось чем-то руководить, потому что я и во дворе всегда был. Лидером. Да, там, предводителем. Тогда скажи, с чего начались вот первые касания с программированием? На самом деле, ну, меня же нам нельзя, наверное, назвать прям программистом, да. Все-таки у меня, да, я заканчивал там факультет информационных систем и технологий. И, естественно, мы там программировали, но там специальность воняет внедрение информационных систем в бизнес. Вот. И поэтому, наверное, я, ну, как бы, своей профессией считаю, ну, не программированием, потому что я этим, там, коммерчески сам, ну, не занимался, да. Вот, я когда учился, иногда у меня какой-то был период, там, я вместо игр почему-то мне вечером хотелось программировать, но это были там еще того поколения все языки, вот. А та специальность, которую я закончил в политехе, и я считаю, что я по ней работаю, и в этой специальности до сих пор, получается, слушай, наверное, если я в 98-м поступил, а сейчас в 2017-м, 20 лет. То есть я по профессии работаю. Вот. Я, кстати, в марте будет 18 лет компании уже. Да, и это как раз так и есть внедрение функционных систем в бизнес наших клиентов, и я, в принципе, в этой профессии сейчас работаю. Да. А началось вот то, что, ну, как всегда, это игры какие-то, там, локальные сети мы между домами делали, там, протягивали в подъезде, с соседним домом все соединяюсь, там, через плюсы, куда ли эти коаксиальные кабели, о, вот. И вот как-то это очень впечатлило меня. Потом был период, когда я еще был, наверное, на первом курсе, там, брат меня попросил искать ему поставщиков, и там, первый или второй курс был, и я вот через интернет находил ему в разных странах и городах поставщиков. Меня это так впечатляло, то есть когда я там сидел до ночи и находил, например, конкретную компанию, связывался с ними, списывался, потом Андрей перекидал контакты. Вот. Меня это очень вдохновляло, что у меня там на ладони, да, и передо мной, точнее, в моей спальне детской, в этом мониторе весь мир. И это было очень, очень приятно ощущение. Твой старший брат, твой папа, невероятно успешные мужчины, их знают в нашем городе, уважают бесконечно. Скажи, пожалуйста, стараешься ли ты им соответствовать? А может быть, ты считаешь, что ты успешнее, круче? Ну, давайте так, на самом деле, я хоть самой младшей в семье, но, как я уже сказал раньше, командиром я был не только в доме, но и дома тоже. Вот я помню себя уже с возраста Матвея, вот Матвею сейчас 9 лет, и я вот, например, сейчас вспомню, когда мне было 9 лет, то в семье заправлял я и командовал. Какой телевизор купить, чтобы у меня есть, вот, и все как-то так меня, ну, может быть, там, баловали или, так сказать, подыгрывали, но я всегда был в семье командиром, вот. Поэтому, конечно же, я вот даже свои детские воспоминания или ощущения, вот сейчас там прокручиваю в голове, у меня всегда ощущение, что я пришел домой и вот руковожу кому что делать. Брат для меня был однозначно и был и до сих пор остается примером и во многом то, что у меня есть и кем я стал, это, конечно, благодаря ему, потому что с самого-самого детства он был для меня примером, потому что когда мы были маленькие, он как неистово занимался спортом. Я вот сейчас не помню, но он там пошел на плавание, получил первый раздет по плаванию, пошел в тяжелую атлетику, стал там кандидат мастера спорта, пошел в настольный теннис, получил раздет по настольному теннису, пошел в каратэ. И он куда не ходил, он с каким-то вот таким упорством занимался. У тебя, Саша, есть старший брат, а Матвею не скучно без братика? На самом деле Матвей у нас просит, или сестренку, или братика. А что вы жадничаете? Ну, мы не жадничаем, мы работаем на эти вопросы, поэтому как только, так сразу. Я, да и Матвей будет рад, и я не меньше. Безусловно, да и мы не меньше. Саша, еще до эфира ты сказал мне, что утром разделывал мясо. Дома у себя сейчас, ты командир или командир кто-то другой? Нет, ну, конечно я, но Матвей периодически посягает. Ты сам готовишь дома? Ну, я немало готовлю. То есть, естественно, если Катя приходит, она готовит, если у меня есть время, то я готовлю. Но я просто это делаю прямо с большим удовольствием. Для меня это отдых. Какое твое любимое блюдо? Коронное твое блюдо? Коронное это паста. Я очень люблю итальянскую кухню. И, конечно, пасту я готовлю, особенно последние лет 5-7, наверное, прям очень часто, с разными рецептами. И я настолько полюбил, что я вообще сейчас все готовлю пасту без соусов. То есть, и Матвей у меня, например, тоже подсел на это, и он, например, там бабушка его варит пасту, он говорит, берет, не бабуля, это не аль денте, переваривай. Варивай, но я это есть не могу. Слушай, паста это достаточно калорийное блюдо. Ты следишь за питанием? Вообще, ЗОЖ в твоей жизни, он есть? Нет, ну, конечно, конечно. Я стараюсь ходить в более-менее регулярный спортзал. У меня есть, наверное, там некая проблема, связанная с командировками постоянными. Но, тем не менее, я одну для себя такую тактику выбрал несколько лет назад, и она работает до сих пор. То есть, у меня такое правило, что, получается, вторник, четверг, если я в городе, я занимаюсь английским с утра. Сейчас, правда, вот я после Америки прилетел, и вот не был еще ни разу, не буду врать. Как ты занимаешься английским? Вот, ко мне приходит преподаватель на работу, перед работой. Ты ориентируешься к сотрудникам на необходимости? Да, я ориентирую, но... Но они не хотят. Нет, 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 нет. Но просто мы не делаем это принудительно. И первое. И второе. Я отказался от идеи, знаете, как, ну, собрать группу и всех учить от компании. Это тоже, на самом деле, практика мне показалась не очень эффективной, потому что, ну, во-первых, когда человек, ну, просто там, это там дается как, ну, какая-то обыденность, то человек не воспринимает это всерьез. А второе, когда, ну, на этом, может быть, халява, да, не всегда люди очень сильно усердствуют. И, например, ну, у меня же его, там, в 18 лет компания уже, и в шаре, сколько этих было итераций запусков английского языка. Вообще, сошлись, программисты, это очень странные люди. Ну, не-не-не, давайте... Потому что они особые. Не спорь, пожалуйста, я была в этом году на Улл Кэмпе, они особые. Да, ну, я поясню. На самом деле, ай-тек – это же группа компаний. Внутри у нас очень много и организаций, а внутри этих организаций еще очень много подразделений. И на самом деле, программистов-то мы английскому не учим, они все знают его. Ну, вот если мы теперь отвлечемся от английского, вот это вот их некая замкнутость, интровертность, вытянутые свитера, особый вообще крой в одежде. Какие условия ты создаешь для работы таким вот людям? Ну, я, это, конечно, вопрос там целого отдельного интервью профессионального. Ну, да, просто в этом году, вот в начале 18-го года, мы внутри ай-тек провели достаточно масштабную реорганизацию. То есть мы компанию, которая, ну, там до этого года уже стало очень много лет, разделили на две отдельных организации, достаточно крупных. И там, ну, человек, наверное, вот-вот отсоединили компанию The Brains и ай-тек остался, тот же самый бренд. Соответственно, в ай-теке у нас сейчас это позиционирование как комплексный, там, диджитал маркетинг, когда мы наших клиентов консультируем, как продвигать, как развивать свои проекты в интернете. Естественно, мы там и делаем сайты, и рекламные кампании, и аналитику, но упор делаем именно на стратегию аналитику. Вот, и в ай-теке, в первую очередь, конечно, преобладает именно, на основном, скиллы, да, связанные с аккаунтингом, с маркетингом, с стратегией, с аналитикой, очень глубокой. Вот, а в The Brains как раз у нас это полноценная софтверная компания, где вот одни программисты, то есть их уже там почти 80 человек сейчас, вот, и они, вот, мы взяли отдельные здания здесь недалеко. У нас получилось теперь, вот, на Север, там, дальше у нас, ну, опять, где был исторический, там и находится, а вот под The Brains нам пришлось брать отдельные здания, потому что они там у нас умещались, и мы их перевезли. Вот, и, соответственно, ну, эта компания сейчас предлагает, там, мой партнер, Рамиль, и ребята как раз вот те самые классические программисты, о которых вы говорите. Да. Да, которые... С ними легко работать, ведь у них может наступить выгорание, и тогда программист неэффективен. Ну, понимаете, то есть... Они мало о чем говорят. Да, ну, это, они говорят, может быть, мало с непрограммистами, а другому они очень немало говорят, вот, поэтому, если вы говорите, главе программистов стоит очень крутой программист, Кел, у нас, кажется, является, да, Рамиль, то все нормально. То есть они друг друга понимают с полусловом. Вот, и нужно понимать, что программисты... Для меня, на самом деле, это... Ну, вот, просто у нас, опять же, много итераций было в компании, и надо понимать, что программисты, это на самом деле, он говорит, есть технари, а есть творческие личности, да. программисты – это те же самые творческие личности. Вы представьте, они создают вот эти шедевры программные. Они, понимаете, как полотно рисуют, только кодом и цифрами. Соглашусь. И это те же самые творческие люди. Саша, какой из проектов – предмет особой гордости для всех твоих сотрудников? Как ты считаешь, на сегодняшний день, за 18 лет существования? Знаете, у нас на самом деле достаточно… Они все разные. Я согласна с этим. Но вот тем не менее, задай вопрос большинству, какой они выделят? Один. Нет, ну, на слуху, очень яркий, конечно, это, наверное, давайте возьмем один коммерческий. Это компания Mercury, вы, может быть, знаете, которая там представитель роликса в России, ЦУМ им принадлежит. И вот главный сайт mercury.ru делал айтек, и мы его там сейчас и развиваем, и модифицируем. И там очень много инноваций внутри. Это если говорить о коммерческом проекте. Да, и очень красиво. А если говорить о некоммерческом проекте, наверное, который тоже очень яркий и сложный большой проект, это ВВФ, фонд дикой природы, где Панда, логотипчик. Вот. Мы в ВВФ сделали около 20 проектов, чтобы вы понимали, практически… А почему это некоммерческий? Вы делаете это на благотворительной основе? Нет, вот с ВВФ у нас есть и так, и так. То есть есть проекты, которые мы помогаем делать, или там вот там гранты, которые мы с ними совместно осуществляем, грантовую деятельность, да. А проекты, которые мы для них реализуем онлайн, ну, то есть, в первую очередь, это как коммерческий заказ. Можно спросить, сколько мобильных приложений в твоем смартфоне? Ну, примерно, вот сколько раз ты пролистываешь страничку прежде? Нет, у меня их, во-первых, я их по папкам раскладываю, я еще, так сказать, с университетом не люблю забить стол и комнатам. Но их, скорее, бесчисленное множество, или… Нет, у меня три экрана. Три экрана? Три экрана папок? Нет, три экрана приложения, ну, в папках, может, побольше, но я думаю, если из папок выложиться, я думаю, три-четыре экрана. Какие из них наиболее кликабельные? Кроме мессенджеров? Приложения UTAIR. Как ни странно, последнюю неделю у меня, наверное, в топ-5, это Hilton приложение. Я бронирую номера. Ну, понятно, это твои командировки. А какое приложение ты порекомендуешь вот каждому установить? Обязательный мастхэв. А, знаете, я посоветую каждому и мастхэв это приложение Wizzle. W-I с точкой Z-L. Wizzle. Что это? Вот, это платформа для поздравлений, это конфигуратор открыток, то есть ты можешь любому человеку очень быстро собрать красивую открытку, наложить туда музыку и отправить. С днем рождения, пожелать доброе утро. Считается в России, и мои коллеги-журналисты это систематически подтверждают, что самые высокие зарплаты в стране у программистов. Сколько получает программист в i-Tech? Ну, я могу так сказать, что давайте, опять же, как скажут, да, есть в программе, есть i-Tech, есть The Brains. The Brains. Хорошо, в i-Tech Group, можно сказать так, потому что у нас там много компаний. Вот, это может быть и 30, и 150, то есть в зависимости от квалификации. То есть вилка в i-Tech от 30 до 150 для программистов. Понятно. У вас несколько офисов, в том числе в Лондоне. У тебя не было у самого мысли переехать жить за границу? Нет, никогда не было, на самом деле. Меня часто спрашивают, вот, как здорово в Америке. Ну, а потому что есть же примеры, которые... Да, 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 нет, я хочу сказать, что мы не, ну, как-то, ну, семью никогда такой вариант даже не рассматривали. Почему? Не знаю. Мне Ульяновска очень нравится, я даже, да смешно, я даже не рассматриваю ничего, кроме Ульяновска. Даже Москву-то, думаю, если бы я и перемещался, да, то только, может быть, там, ради Матвея, да, если он, например, там, выберет какой-то вуз в Москве, то, может быть, ну, там, чтобы его там не бросать одного в такой период. Наверное, есть смысл с ним. Ну, и опять же, если он там по отучестве вернется, то это, как бы, опять будет перемещение назад. А кроме этого, я даже не вижу никаких поводов, для чего мне нужно вообще из Ульяновска уезжать. Вот ты можешь порекомендовать молодежи не оставлять наш регион в поисках лучшей жизни? Да, ну, вот я что хочу сказать. Дело в том, что вот та профессия, которая у меня, она же, ну, позволяет тебе работать со всем миром, вот, и у меня есть очень много, там, примеров друзей моих, да, которые в Ульяновске, ну, практически с Россией-то толком не работают, они работают на западных рынках и спокойно себя чувствуют, живут в Ульяновске. И Ульяновск для жизни, ну, для семейной жизни, он просто идеален. То есть, это небольшие расстояния, это достаточно комфортная среда. С каждым годом там вся эта ресторанная тематика очень быстро развивается. Наша профессиональная среда, она тоже на очень хорошем уровне в Ульяновске. Очень много IT-компаний, ты всегда можешь, ну, пообщаться на любые злободневные темы. Там транспортная доступность, ну, тоже, то есть сейчас очень много рейсов, не знаю, 5-6-6 дней. Как ты относишься к высказыванию наших госуправленцев о том, что Ульяновск – это IT-столица? Слышал вообще вот эту фразу? Нет, конечно, слышал. Ну, давайте так, мы физически не очень большой город, да, наверное, там, может быть, тяжело назвать нас прям IT-столицей, да, потому что у нас есть там Москва и Санкт-Петербург, ну, Москва, наверное, да, где находятся все там крупные компании, там, Яндекс, Гугл, там, Офис. Сейчас вроде, кстати, они закрылись, не ошибаюсь. Но у нас очень, ну, взять два наших гиганта, там, Яндекс и Мэйл, да, они там своими огромными базами в Москве, и, конечно, в этом плане, ну, тут, наверное, ну, несравнимые масштабы. Но если мы с вами возьмем население Ульяновска и количество там IT-компаний или даже там специальностей айтишных, да, и которые здесь присутствуют, и людей, которые в этой сфере заняты, я думаю, Ульяновск вполне может конкурировать с, не знаю, может, даже с той же самой Москвой. То есть на там все вот эти там наши там 600-700 тысяч жителей такое количество IT-компаний и вообще людей в сфере технологий очень высокая концентрация. Скажи, пожалуйста, есть ли разница между поколениями программистов сегодняшних и тех, когда ты был студентом? Ну, конечно, это же другие люди совершенно. Они более продвинутые или наоборот, раньше были более творческие? Я, знаете, как скажу, наверное, во-первых, их было физически меньше, ну, вот, чем сейчас. И, соответственно, чаще всего как раз вот программистами были там вот те первые ребята, да, которые, ну, стремились вот во что-то новое. И всегда, конечно, первая волна вот всех программистов и айтишников – это, конечно, удивительные люди. Они ответственные, усердные, очень творческие, целеустремленные. Это я просто, ну, вспоминаю, айтек вот 18 лет назад, там, там, 17, ну, даже 15 лет назад. Мы, ну, там, брали любого студента, сажали его в какое-то из подразделений. Знаете, а сейчас вот всех студентов, которые там мы 15 лет назад набирали, могу сказать, что это либо директора, либо ведущие специалисты, топ-менеджеры и в Москве, и в Ульяновске, и за границей даже есть некоторое. То есть это действительно были прям вот, понимаете, вот, прям единичные. Да, но это надо понимать, что это в целом индустрия была новая, и туда пришли самые передовые. Сейчас это стало, естественно, более массово, и, конечно же, это, ну, не означает, что люди стали хуже, просто их стало гораздо больше, и теперь из вот входящего потока тебе нужно больше выбирать. То есть, потому что если раньше, там, не знаю, опять же, там, 15, там, 20 лет, там, айтишник-программист, то это точно прям, знаете, махина, то есть личность, да. То сейчас, если мы об этом говорим с вами, то это такие же тоже есть, но вокруг них еще, там, 20-30 не таких. Вот, и поэтому теперь есть, там, ну, там, не проблема, а задача. Фильтровать. Отбирать, фильтровать, кого-то доращивать, вот. И, в целом, ну, иногда у меня, знаете, тоже это лично, ну, там, мои переживания, да, что, там, новое поколение, ну, как мне кажется, там, более безответственное, там, или они не держат слово, там, и так далее, и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, очень часто появляются, вот, люди, ну, с очень хорошими, там, жизненными установками, позициями. Поэтому, наверное, нет, наверное, просто количество стало больше, естественно, качество, наверное, как-то, вот, полномерно между ними разделилось, но при этом, конечно же, очень много талантливых, высококвалифицированных специалистов. Отвлечемся от темы программирования, тем более, ты такой серьезный стал. Вот, когда про Матвей разговаривал, смеялся. Да, как про IT-шнику. А как работали. У меня такой вопрос, относительно недавно, год или два назад, ты поддержал свою супругу Екатерину в открытии косметологии. Скажи, пожалуйста, ты пациент косметологической клиники? Нет, ну, я же не могу, как это не быть, если у меня жена. Почему это? Ты обязан быть подопытным кроликом? Ну, наверное, да. Ну, мне так кажется. Окей. Какая твоя любимая процедура? Нет, ну, я, к сожалению, не так часто могу это делать, да, вот опять же, с этой всей беготнёй, а сейчас даже заходишь, у Кати не всегда есть место записаться. А если всё-таки место есть, то что ты делаешь? Нет, мне нравится плазма лифтинг. Когда берут кровь, её в центрифуге, вот плазму колют тебе в лицо. У меня просто весной и осенью очень кожа плохо реагирует на измене погоды, у меня начинает шлушиться лицо. И вот Катя делает пару процедур. Катя сама делает тебе инъекции? Да, 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 конечно. Щадит? Да. Нет, она профессионал, конечно. Просто вот как я, ну, там, с детства практически занимаюсь, да, вот своей профессией, Катя то же самое, она, ну, прям фундаментальная специалист, она же специально пошла, во-первых, она доктор, она пошла специально в дерматовенерологию, отработала, если не ошибаюсь, там, около пяти лет в кожно-диспансерии, доктором, вела приём, ездила в область, там, выступала, там, всякими лекциями, лечила, там, все эти кожные заболевания, что полномерно, она шла, вот как потом поехала в Санкт-Петербург, там, как раз, получила профессию косметолога, военно-медицинская академия Санкт-Петербурга, вот, потом она много летала, там, и в Париже, и в Америку, и училась, училась, там, всю жизнь учится, вот, и, соответственно, она, конечно, она, ну, как сказать, ну, для меня такой, ну, для меня, да, она, просто, я её очень уважаю, как профессионала, она прям у него, рука, как у робота, то есть она, игла входит в роз, не дергаешь. Саш, еще один вопрос, который меня волнует уже около года, мне кто-то сказал, что ты стоял у истоков создания линии конфеток из сухофруктов, вот, или что-то такое, для того, чтобы не поправляться, и... Ну, 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 как сказать, ну, да. Конфетки для правильного питания, расскажи об этом. Да, смотрите, то есть вообще все компании, которые у меня есть, они все связаны с IT, то есть у меня не было никогда не IT-шных компаний, вот, и одни мои друзья, они, они, наоборот, как бы, доктора, диетологи, и всегда занимались правильным питанием, вот, и они решили в Москве построить завод, производство конфет, и идея была такая, что это быстро, легко, удобно, содержит там все полезные вещества, и при этом там нет, ну, основная идея была без сахара, да, она до сих пор сохраняется, вот, и они предложили мне поучаствовать, стать инвестором в этом проекту, а меня позвали, как любителя зожи, и вообще поесть, противоречивший друг другу слова, в какой-то степени, и, как это я, согласился, вот, и компания-то уже, наверное, там, два с половиной года. Где я могу в Ульяновске купить такие конфетки? Ну, в Ульяновске они есть в Гурмане и в Форме. Вот, продается в Москве, они в Азбуке Вкуса, город. Ну, во многих сетях, вот именно так, ну, достаточно дорогих, потому что все-таки продукт получился премиум-класса, потому что, ну, сделать качественно и дешево не получилось. То есть, потому что она приходится, мы знаем, как удешевить, да, то есть, это нужно присыпать правильной химией, вот, но так как все вот партнеры в этой компании у нас два доктора, два айтишника, вот, и руководитель у нас, и партнер, там, девушка, она всю жизнь занимается питанием, да, ну, вот, общественным питанием, да, она возглавляла там сети ресторанов, она там возглавляла компанию по доставке еды, то есть, очень крутой профессионал именно в организации, в производстве продуктов питания, вот. получилось, и мы очень быстро начали, ну, запустили новую линейку, там буквально через полгода существования протеиновую, то есть, когда мы в конфеты добавляем много протеина, достаточно много, там, да, там, порядка 20%. Ну, все, это уже спортфит. Вот, и это, знаете как, мы не хотели идти как раз вот прям клинч со всякими протеинными батончиками, мы оставили все-таки позиционирование как десерт, и это, там, в форме, там, шариков, это красиво упакованное, и это очень вкусно, прям, правда, очень вкусно. Вот, уж, ну, как бы, поверьте, потому что я везде, где я летаю, я скупаю все эти полезные конфеты, протеинные батончики, все это мы едим, там, горами. Просто потому что у тебя аппетит хороший, или таким образом мониторишь. И аппетит, и мне это интересно, да, и тут приятно с полезным совмещаем, скажем так, и вот наша, я, без понятия, самая вкусная, и, понятно, там нет сахара, нет никаких консервантов, все, верю, верю, попробую обязательно, хорошо, прорекламировал. Любишь поесть, какой, с твоим пониманием, идеальный новогодний стол, и где, я думаю, в середине ноября уже можно это спросить, ты планируешь отмечать эти новогодние праздники, наступление следующего года, и с кем? Смотрите, ну, понятно, что семьей, вот, а где? У нас два варианта сейчас, ну, пока базовый, что мы пойдем в гости к друзьям, вот, нас как раз пригласил там друг, и вот мы к нему пойдем в гости. Они там не планировали отмечать, сказали, ну, приходите, посидим. Ну, мы, кстати, тоже так. Ну, и тут недавно появилась идея, что, может быть, все-таки куда-то умотать, где тепло, вот, что-то так захотелось нам в тепло, потому что вот в Америке мы были, мы физически не успели, вот там буквально там, сколько там, полежали в бассейна день в Лас-Вегасе, а остальное это были все перелеты, поездки, очень много пешеходных маршрутов, вот. Вот, и, не знаю, куда-нибудь там, в районе, там, Вьетнама, Китая, вот куда-то в ту сторону. Ну, да, 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 да. Есть та страна, где ты еще не был, но мечтаешь? Япония, наверное. Да, и Япония, как-то у меня был период, я очень хотел, потом думал, да что там делать, а сейчас опять хочу. И, наверное, я, может быть, там, в следующем году здесь получится. Конечно, напиши письмо Деду Морозу. Да, точно. Саша, спасибо тебе огромное за интервью, с тобой можно разговаривать бесконечно на любые темы, я надеюсь, что это не последний интервью. Да, спасибо, спасибо. Дорогие друзья, с нами был руководитель компании iTech Александр Щербина, смотрите нас на улправда.ру Субтитры сделал DimaTorzok